Дорогие друзья, сегодня мы боремся на улице. Депутаты борются в парламенте. Даже если их не пускают в зал заседания парламента, я думаю, каждый только что видел, как депутаты, поддерживая нашу акцию, сегодня вывесили плакаты из своих кабинетов. Из своих пока кабинетов. Жаль, что они не находятся сейчас в заседании. На заседании, в сале заседаний, а вынуждены высказывать ноту протеста лишь из своего кабинета. Я уверен, что подобным примером лично я готов тоже поступить. И дома, и своего окна вынесить аналогичный плакат. И надеюсь, каждый житель нашей страны не будет стесняться своего мнения. И скажет этой власти, нет. Жоз, Майя, Санду! Жоз, Майя, Санду! Когда-то, несколько лет назад, Майя Санду приходила к власти с лозунгами о свободе, о финансовом, о финансовом благополучии. Приходила с лозунгами, которые символизировали конец коррупции. Но мы сегодня видим все ровно наоборот. То, о чем они говорили, то, за что они критиковали предыдущие власти. Сами многократно нарушают законодательство. Сами сегодня являются примерами, самыми негативными примерами коррупционных сделок. Чего только стоит стыну, которому уже должно быть стыдно. Чего стоят многие другие чиновники и министры от Майя Санду. Сегодня мы забыли о том, что такое настоящая демократия. Мы забыли о том, что такое свобода слова. Мы забыли о том, что мы могли бы когда-то включать тот телеканал, в который хотим. И все это диктатура нынешнего режима. Все эти уголовные дела против политиков – это диктатура нынешнего режима. Нет диктатуре! Нет диктатуре! Нет диктатуре! Нет диктатуре! Разрешите, ребята, закончить этот митинг лозунгом, который когда-то кричала молодежь против другой власти. Молодежь, которая считала себя сторонниками ПАС, но сегодня разочарована в ней. Они кричали и требовали свобод, которые тогда были. А сегодня Майя Санду их отобрала. Либердатет! 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 Либердатет!